Гидромуфта и гидротрансформатор являются гидродинамическими передачами. Это означает, что для передачи вращающего момента в них используется жидкость. Попробуем разобраться, как они работают. Для примера возьмем обычный динамический насос, например, центробежный. Заполним насос и подводящие патрубки водой или другой жидкостью. При вращении рабочего колеса лопатки будут воздействовать на частицы жидкости, передавая им энергию. Частицы жидкости будут двигаться по окружности и к тому же перемещаться от центра к периметру, попадая сначала в спиральный отвод, а затем в напорный патрубок. Напорный патрубок подключим к другой гидравлической машине – турбине. Конструктивно она похожа на насос, но выполняет противоположную задачу. Если насос преобразовывает механическую энергию в энергию потока жидкости, то турбина, наоборот, преобразовывает энергию потока в механическую. В корпусе турбины установлено рабочее колесо. Его лопатки спрофилированы таким образом, чтобы эффективно преобразовывать энергию потока жидкости, давление и расход во вращение вала. Частицы жидкости воздействуют на лопатки рабочего колеса, заставляя его вращаться. Скорость движения частиц при этом падает. Они перемещаются от периметра к центру, попадая в выходной патрубок. Соединим выходной патрубок турбины с всасывающим патрубком насоса. Получим гидродинамическую передачу, с помощью которой можно передать вращение с входного вала насоса на выходной вал турбины. При этом жесткая механическая связь валов отсутствует. Передача энергии осуществляется с помощью жидкости, которая является отличным демпфером. В показанном устройстве главными элементами являются насосная и турбинная колеса и корпуса, удерживающие жидкость в системе. Трубопроводы нужны только для подвода жидкости от одного колеса к другому. Попробуем от них избавиться, ведь они обуславливают дополнительное сопротивление. Установим в общем корпусе два колеса. Одно насосное, другое турбинное. Получим гидромуфту. Профиль колес изменен по сравнению с первым примером. Это сделано для того, чтобы жидкость эффективно направлялась от насосного колеса к турбинному, а от турбинного к насосному. Заполним корпус жидкостью и начнем вращать входной вал, на котором закреплено насосное колесо. Лопатки рабочего колеса будут воздействовать на частицы жидкости. Они будут вращаться вместе с лопатками и перемещаться от центра к периметру. Насосное рабочее колесо спрофилировано таким образом, что в итоге разогнанные частицы будут выбрасываться из рабочего колеса. Эти частицы попадают на турбинное колесо и заставляют его вращаться. При этом вращается и соединенный с колесом выходной вал. Частицы при этом замедляются и перемещаются к центральной части колеса, откуда вновь всасываются насосным колесом. Таким образом, вращение было передано от входного вала к выходному, но при этом применялась не жесткая механическая связь, а жидкость. Такая передача обеспечивает скольжение, беступенчатое изменение частоты вращения, возможность остановки выходного вала при вращении входного, ограничение динамических перегрузок, сглаживание ударов при передаче вращающего момента. Гидромуфта позволяет передать вращающий момент без изменения величины, за исключением потерь энергии. А гидротрансформатор, подобный редуктору, может изменять величину вращающего момента. Для этого в гидротрансформаторе между насосным и турбинным колесом установлено еще одно колесо – реакторное. Оно обеспечивает закручивание потока, что влияет на характеристики передачи. Схемы установки колес могут отличаться. Существуют гидротрансформаторы, где реакторное колесо установлено на выходе насосного, а, например, в гидротрансформаторе автомобильной коробки передач реактор установлен на выходе турбины. Жидкость в гидротрансформаторе, как и в гидромуфте, нагнетается насосным колесом и поступает к турбинному, заставляя его вращаться. Но в гидротрансформаторе между насосным и турбинным колесами установлено реакторное колесо. В показанном гидротрансформаторе с выхода турбины жидкость поступает на реакторное колесо, которое обеспечивает закручивание потока, что в итоге позволяет увеличить крутящий момент. Предварительно закрученный поток жидкости поступает на вход насоса. Гидротрансформаторы обладают рядом преимуществ по сравнению с обычным механическим приводом. Они обеспечивают автоматическое плавное изменение передаточного отношения, а значит и момента, и скорости вращения выходного вала. Позволяют останавливать выходной вал при работающем двигателе без применения управляемых муфт. Обеспечивают сглаживание динамических нагрузок, что позволяет увеличить ресурс службы привода и двигателя, исключают износ рабочих колес. Позволяют реализовать высокую тягу при малой частоте вращения. При этом гидротрансформаторы имеют и ряд недостатков. Например, сниженный по сравнению с зубчатой передачей КПД из-за затрат энергии на перекачивание жидкости. Возможные утечки рабочей жидкости. Необходимость применять систему охлаждения в передачах высокой мощности. Для повышения КПД гидродинамических передач применяются механизмы фиксации насосного и турбинного колес, а также механизм блокировки и разблокирования реакторного колеса, которые могут включаться в зависимости от скорости или соотношения скоростей двигателя и привода. Такие механизмы применяются в гидротрансформаторах автоматических коробок передач автомобилей. Помимо гидродинамических передач, есть еще и гидростатические. Хотели бы вы увидеть ролик об этих передачах? Может быть вам будет интересно сравнение объемных и динамических передач? Напишите об этом в комментариях. Продолжение следует...